Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. В 2024-е принес немало изменений в жизнь беларуса. Могут пользоваться своим трудовым отпуском и делить его на части, и, соответственно, отдыхать более чем два раза в год. Сейчас у работников начнется гонка, все захотят. Все захотят, да и июль, август, да. А можно, там, не отпуск месяца, который начинается на июль. Считаю, что это важно, необходимо для каждого человека. Это хороший повод завести семью и родить ребенка. Безусловно, будем надеяться, что 2024 год для многих таким и станет. С 2020-го в Беларуси появилась дистанционка, которая закрепилась в Трудовом кодексе. Сейчас работник может совмещать работу дома и работу в офисе. Мне очень нравится здесь работать, здесь отзывчивые коллеги. С 1 января повысился размер базы увеличены. Больше всего нас спрашивают, сколько сейчас стоит развод? Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. В 2024-е принес немало изменений в жизни белорусов, в том числе и в Трудовой кодекс. Тема касается многих. Давайте расскажем, что должен знать каждый работник. Действительно, с 1 января 2024 года мы с вами живем уже по новому Трудовому кодексу с учетом всех изменений. И действительно, есть изменения, которые касаются каждого. Например, ранее периодичность выплаты заработной платы зависела от того, по какому Трудовому договору или контракту мы работаем. Будто срочный Трудовой договор или контракт, или договор на неопределенный срок. А сейчас, уже с 1 января 2024 года, каждый работник, независимо от вида Трудового договора, получает заработную плату дважды в месяц. И это замечательное гарантированное изменение. К сожалению, не все мы умеем планировать свой домашний семейный бюджет так, как хотелось бы. Поэтому, конечно, заработная плата 2 раза в месяц – это приятно. Что еще из изменений? Очень приятные изменения, несмотря на то, что сейчас зима и за окном снег – это отпуска. Да, и уже с 1 января работники могут пользоваться своим Трудовым отпуском и делить его на части, и, соответственно, отдыхать более чем 2 раза в год. Но есть обязательное условие – продолжительность хотя бы одной из частей такого Трудового отпуска должна быть не менее 14 дней. То есть, все равно законодатель сохраняет эту норму для того, чтобы работник мог полноценно отдохнуть, даже если отпуск действительно продолжительный. То есть, первый раз 14 сберем, дальше уже… А дальше, я думаю, можно по 7, по 10, как уже будет получаться, в зависимости от того, какая есть необходимость и насколько работа у нанимателя позволяет уходить в отпуск более 2 или 3 раз в течение года. Еще очень интересный момент. У нас сейчас январь, скоро будут согласовываться графики отпусков. И, конечно же, каждый хочет попасть, пойти в отпуск летом. Поэтому, если у вас есть какие-то особые пожелания, если есть какие-то предпочтения или даже уважительные причины, возможность получения путевки, необходимость проведать кого-то из родственников, то желательно обратиться к нанимателю именно сейчас, пока такие графики не согласованы, и представить документы и даже написать заявление, почему вы хотите и считаете необходимым, чтобы отпуск вам предоставили именно в августе, допустим, да, замечательный месяц. К сожалению, приказом такие графики, как правило, не утверждаются, но работники с ними ознакомливаются, и наниматели обязаны учитывать мнение работника и документы, которые представляются в таких случаях. Сейчас у работников начнется гонка, все захотят. Все захотят, да, июля, 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 да, можно, там, не отпуск месяца, который начинается на ИИ, да, как все шутят. Очень удобно и очень приятно. Плюс еще у нас небольшие изменения по социальным отпускам. Сейчас тоже очень приятная норма появилась, и уже с 1 января можно получить социальный отпуск 3 дня, и это замечательно в связи с бракосочетанием и в связи с рождением ребенка. Это тоже отлично, наниматель обязан предоставить такой социальный отпуск каждому работнику при наличии подтверждающих документов, то есть свидетельства о браке, документы, подтверждающие регистрацию брака, либо документы, подтверждающие рождение ребенка, и это чудесно. Я считаю, это хороший повод завести семью и родить ребенка. Безусловно, будем надеяться, что 2024 год для многих таким и станет, ведь это замечательное событие. С 2020 в Беларуси появилась дистанционка, которая закрепилась в Трудовом кодексе. Расскажите, насколько я знаю, есть тоже нововведения в этой сфере? Да, действительно. Во-первых, с учетом ряда объективных причин, очень востребованный вид работы, и на сегодняшний момент у нанимателя появилось право без заключения другого трудового договора, контракта, переводить работника на дистанционную работу сроком до 6 месяцев. Появилась норма о возможной комбинированной работе. То есть сейчас работник может совмещать работу дома и работу в офисе, и это тоже очень приятно с учетом современных реалий. Да, я думаю, что многие как-то переосмыслили даже... Да, к сожалению, наша работа не позволяет нам работать дистанционно, либо совмещенно, как и вам, ваша. Но на самом деле это очень удобно, если есть такая возможность в сезон подъема ОРВИ или в силу других причин, иногда действительно целесообразно, когда работник сам может спланировать свое рабочее время и выполнить работу. Тем не менее, это не исключает и не освобождает работника от обязанности выполнять все четко, то, что указано в трудовом договоре. Это обязательно. Сто процентов. Хорошо, с 1 января повысился размер базовой величины. Давайте напомним, на что он влияет. Да, это еще одна новация. Мы заранее все стараемся предупредить своих клиентов. В принципе, я знаю, что размещают эту информацию везде. Изменение базовой величины в первую очередь повлияло на размер государственных пошлин при обращении в суд. И больше всего у нас спрашивают, сколько сейчас стоит развод? Такая не совсем корректная формулировка, но государственная пошлина за обращение в суд с исковым заявлением о расторжении первого брака сейчас уже будет составлять 160 рублей, при обращении в суд за расторжением повторного брака 320 рублей. И эта сумма достаточно значительная. Кроме того, размер базовой величины влияет на размер штрафа по делам об административных правонарушениях. Опять же, уже появились вопросы и обращения. Если административное правонарушение, например, фотофиксация, письма счастья, было совершено в декабре 2023 года, то какой же штраф оплачивать по базовой величине 37 рублей или по базовой величине 40 рублей? Здесь нужно учитывать следующее. Дату вынесения постановления. Если вы к административной ответственности были привлечены еще в 2023 году, то там четко указана сумма, которую нужно уплатить. Но в любом случае не затягивайте и, в принципе, не совершайте административных правонарушений, поскольку это не есть правильно, это нехорошо. Поэтому будем внимательны, будем аккуратны, будем взаимовежливы. В частности, по базовой величине это значимо. Что еще будет иметь значение? Будет иметь значение возможность доказывания определенных действий, определенных событий. Закон говорит о том, что любую сделку на сумму свыше 10 базовых величин нельзя доказывать в суде свидетельскими показаниями. Я упрощаю формулировку этой нормы. То есть, если даже вы кому-то одолжили деньги на сумму в размере, допустим, 390 рублей, то еще в 2023 году мы свидетелей суд не стал бы слушать. На сегодняшний момент есть возможность приглашать свидетелей. Но, в принципе, как мы с вами обсуждали за кадром, дали бы сделки, любые договоренности в любом случае лучше оформлять в письменном виде. Так будет безопаснее. Безусловно, и будет более правильно. Опять же, повышение размера штрафа, наверное, все же ведет к тому, что пора сохранять семью. И размер госпошлина однозначно. Подумайте, стоит ли разводиться, чтобы потом снова регистрировать брак. Потому что в нашей практике нередки ситуации, когда супруги расторгают брак, потом все-таки общие дети какое-то время они мирятся и вновь регистрируют браки. И такие ситуации очень часто встречаются. Поэтому, да, лучше все-таки подумать, насколько есть необходимость, в принципе, любого судебного разбирательства, особенно расторжения брака. Это очень серьезный шаг. Согласна. А какие положительные тенденции есть повышения базы величины? В первую очередь, это то, что в коллективных договорах и на многих предприятиях размер выплат материальной помощи, выплат стимулирующего характера зависит от размера базовой величины. Ну и, соответственно, чем выше базовая величина, тем больше размер материальной помощи, ну и соответствующих выплат. То есть какие-то положительные моменты все-таки есть. Кроме того, следует учесть еще один момент. Благодаря размеру базовой величины определяется, в каких-то ситуациях является деяние преступлением, либо таковым не является. И если мы говорим о том, что похищается имущество юридического лица, допустим, посредством кражи на сумму менее 10 базовых величин, то это образует состав административного правонарушения, то есть менее 400 рублей. Если более указанная сумма, то это уже состав уголовного преступления. Похожая градация есть и для физических лиц, но там две базовые величины являются критерием для того, чтобы определить это административное правонарушение, либо уголовное преступление. То есть это тоже нужно знать. Нюансов много. Очень много по нашей специфике базовая величина. У юристов это очень важный показатель, от которого зависит много критериев, не только госпошлина, конечно же. Реформы 2024-го коснулись и сферы здравоохранения. В новом году законодательством выделен дополнительный выходной для диспансеризации. Дата похода к врачу в обязательном порядке согласовывается с нанимателем. Для жителей Беларуси до 40 предусмотрен один день раз в три года. Те, кто старше, могут рассчитывать на уикенд каждые 12 месяцев. Пришла и врач меня направила, чтобы проверить свое здоровье, полностью обследоваться, пройти все необходимые, знать анализы. Считаю, что это важно и необходимо для каждого человека, который заботится о своем здоровье. Чакап начинается с заполнения специально разработанной Минздравом анкеты. 25 вопросов разделены на 4 блока, благодаря которым выявляют факторы риска развития инфекционных, онкологических, хронических, обструктивных заболеваний легких, сахарного диабета второго типа. Далее обязательная процедура измерений – рост, вес, окружность талии, давление, осмотр полости рта. Затем вам медработник предлагает удобное время для записи к врачу общей практики, куда вы приходите уже непосредственно со всеми обследованиями. Врач анализирует данные обследования, их назначает либо лечение, либо дополнительные диагностические обследования, и выдается заключение о прохождении диспансеризации в виде выписки из амбулаторной карты. Не менее важные изменения произошли и в сфере начисления выплат по возрасту. Теперь достижение этого порога – не единственный критерий. Для расчета будут учитывать зарплату за последние 30 лет. В прошлом году подтвердить свой заработок нужно было за 29. Женщины, напомним, на заслуженный отдых уходят в 58 при наличии 20-летнего стажа. Мужчины в 63 года с выслугой в 25. Изменилась и увеличилась норма требуемого страхового стажа. То есть, если в 2023 году требовалось 19 лет страхового стажа, то всем гражданам, которые будут обращаться и уже обращаются за назначением пенсии в 2024 году, будет требоваться 19 лет и 6 месяцев. 1 января оплатить налоги на транспорт, недвижимость и землю можно с помощью единого имущественного платежа. Такое новшество позволит сэкономить время и не посещать отделение банка несколько раз в процессе разработка программного обеспечения. Единый имущественный платеж можно уплачивать разовым платежом или по частям, как удобно плательщикам. Главное не забывать срок уплаты имущественных налогов. Это ежегодно, не позднее 15 ноября. Извещение на уплату имущественных налогов будет направлено налоговым органом-плательщиком, в котором будет указан единый счет для их уплаты. Для молодых специалистов, которые получают высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, введен налоговый вычет – 620 рублей в месяц. Получить его можно будет при трудоустройстве по распределению. Сумма будет предоставляться в период обязательной отработки. Рассчитывать на бонус новоиспеченные сотрудники смогут и в случае, когда останутся трудиться на этом же рабочем месте после окончания срока распределения. В целом льгота будет действовать не более 7 лет. Мне очень нравится здесь работать, здесь отзывчивые коллеги. Конечно же, когда я сюда пришла первый раз в качестве молодого специалиста, было страшно, но помощь коллег сыграла свою роль. Они мне везде подсказывали, помогали. И сейчас мне очень приятно работать в таком коллективе. Кроме того, с 2024 в Беларуси повысилась базовая ставка. А это значит, что работники бюджетных организаций получат прибавку к зарплате. Увеличилась и минималка с 554 до 626 рублей. Вышеперечисленные реформы – не единственные изменения в наступившем году. Все ноу-хау запроса современности. Жизнь не стоит на месте. 2024 – это еще год начала литерального цикла. Не допустимо фотографировать бюллетень заполненный и выкладывать эту информацию в общий доступ, в том числе в социальные сети. Это право каждого из нас выбрать свое будущее. Тем более, что для этого созданы все условия. Мне нужен адвокат. Назовите, пожалуйста, топ-5, топ-7 вещей, которые должен знать каждый белорус. Как говорят в американских фильмах, все, что вы скажете, может быть исполнено против вас. Почему вы решили стать адвокатом? Что повлияло на выбор профессии? Мы не обвиняем, мы не высказываем некие подозрения в отношении кого-то. Мы защищаем и помогаем. Адвокатуры вносят неоценимый вклад в построение нашей страны как демократического правового государства. Закон же защищает всех в равной степени. 2024-й – это еще год начала литерального цикла в Беларуси. Уже 25 февраля белорусы сделают свой выбор и будут участвовать в едином дне голосовании. Также можно будет отдать свой голос им в досрочном голосовании. Да, действительно, впервые в истории нашего государства проводится замечательный день, когда производятся выборы в Палату представителей и выборы депутатов, советы всех уровней, начиная с сельского поселкового и заканчивая областным. Что нужно знать? В первую очередь нужно знать, что будут проводиться досрочные голосования с 20 по 24 февраля, с 12 до 19, я думаю, вы тоже анонсируете, можно будет прийти проголосовать досрочно, а 25 февраля с 8 утра до 20.00 можно будет прийти и отдать свой голос. Что важно знать? Во-первых, важно знать, что недопустимо фотографировать бюллетень заполненный и выкладывать эту информацию в общий доступ, в том числе в социальные сети. Это может быть воспринято как агитация. Вы реализуете свое право на участие в жизни страны, вы реализуете свои избирательные права. У нас законом предусмотрены тайны голосования, поэтому здесь будем внимательны. Что еще нужно знать? Голосование на дому также будет организовано только 25 февраля. Если ваше место жительства и место регистрации не совпадает, и 25 февраля вы не сможете проголосовать именно там, по месту регистрации, где вы включены в списки, то об этом стоит позаботиться заранее. Вы можете обратиться заранее, представить документы, подтверждающие, например, что вы проживаете в городе Минске, где у вас заключен договор найма, допустим, по такому-то адресу, и представив соответствующие документы заранее, проголосовать. Такое тоже возможно. Поэтому, пожалуйста, все участвуйте. Это ваше замечательное право. Это право каждого из нас выбрать, выбирать свое будущее. Тем более, что для этого созданы все условия, и в один день можно сделать... Можно действительно сделать выбор, и это очень удобно. На самом деле, по времени это очень удобно, и все предусмотрено. Будет несколько бюллетеней, я думаю, что вы тоже еще будете рассказывать. Если жителям города Минска всего два бюллетеня, то нам с вами все-таки больше, потому что у нас город даже не областного, а районного подчинения. Тем не менее, пришли, проголосовали, и это обязательно повлияет на будущее нашей страны. Ольга Владимировна, вы адвокат с 20-летним стажем. Да, вот совсем скоро будет 20 лет, как я работаю. Назовите, пожалуйста, топ-5, не знаю, топ-7 вещей, которые должен знать каждый белорус. То, что может пригодиться в обычной жизни. В обычной жизни, ну, наверное, первое, что нужно знать, это фразу «Я отказываюсь от дачи показаний в отношении самого себя, членам своей семьи, близких, родственников». Эта фраза прописана в Конституции, то есть это ваше конституционное право, и его нужно знать и при необходимости им пользоваться. В жизни могут возникнуть ситуации или события, когда вы не сможете полностью себя контролировать или полностью контролировать происходящее. И для того, чтобы опрометчиво не поступить, дабы не ввести кого-то в заблуждение, в первую очередь самого себя, нужно об этом помнить. То есть, как говорят в американских фильмах, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Поэтому здесь наше законодательство и предусматривает на уровне Конституции такое право. Далее, что еще нужно знать? Очень часто возникают вопросы с тем, подписывать, не подписывать документы, как правильно подписывать документы. Самая банальная ситуация. Вам предъявляют для ознакомления либо для подписания некий документ. Это может быть приказ в рамках трудовых правоотношений, это может быть какой-то акт, составленный с вашим участием. Это может быть и протокол по делу об административном правонарушении. Как поступить? Самый неправильный вариант – это просто отказаться от подписи, сказать, я ничего подписывать не буду. Может быть, это было актуально где-то в 90-е годы, не сейчас. Второй вариант, тоже не совсем, наверное, верный – это расписаться, при этом больше ничего не указать, то есть расписаться, что вы ознакомлены. Этого, как правило, тоже будет недостаточно. Самый правильный вариант – вы ознакомились с документом, и если вы с ним не согласны, я рекомендую указывать следующее. Ознакомлен, но не согласен, подписано с возражениями, имеются замечания. И если вы сейчас готовы изложить эти замечания, обязательно изложите. Простая ситуация. Пришли описывать имущество, имущество мамина, то есть изложили этот момент. Налоговая инспекция предъявляет акт. Пожалуйста, подписано с возражениями, у вас есть возможность подать возражения. В рамках трудовых правоотношений очень много ситуаций возникает, когда приносят приказ и говорят, подпишите, что вот вы это, это совершили, и вот вас привлекают к дисциплинарной ответственности. Да, пожалуйста, ознакомились, указали, что вы не согласны. А еще на практике очень полезным является ситуация, когда вы, помимо того, что вы указали, что вы не согласны, вы еще сфотографировали этот документ себе на телефон. Впоследствии это поможет при обращении к нам, при обращении в компетентные органы. То есть это тоже нужно знать. Что еще? Еще, конечно же, на практике нужно знать фразу «мне нужен адвокат». Да, участие в адвокатах, вообще юридическая помощь, это гарантировано государством, это еще одно конституционное право. И если вы не знаете, как поступить, мы всегда говорим, что в первую очередь проконсультируйтесь, посоветуйтесь, а далее уже будете принимать решение, как правильно действовать. Что еще? Тем более, что адвокаты часто проводят бесплатные консультации. Мы постоянно проводим дни бесплатного консультирования. Эта информация предоставляется на сайте. Кроме того, есть категории вопросов, по которым мы всегда консультируем без оплаты. Что касается, это касается в первую очередь людей, которые оказались в сложной ситуации. Бесплатные всегда консультации, правда, без ознакомления с документами, оказываются инвалидом первой и второй группы. Оказываются по вопросам взыскания алиментов. Оказываются по определенным категориям в рамках трудовых правоотношений. Поэтому, в принципе, обращайтесь. И бытует мнение, что обратиться к адвокату, это очень дорого, но мы всегда думаем, что, во-первых, того стоит. Потому что не так часто вы обращаетесь к адвокату за помощью. И очень часто одной консультации достаточно, чтобы спланировать на будущее развитие событий и знать, как поступать. Так мы всегда говорим, не надо ждать, пока вы начнете разводиться и делиться вместо нажитое имущество. Придите, мы расскажем, что целесообразно сразу оформлять на детей. Какие вопросы потом могут возникнуть в случае расторжения брака. Ну, увы, не всегда получается. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. И, кроме того, мы всегда учитываем материальное положение, сложность вопросов. Наши двери всегда открыты для наших клиентов. Приходите к нам. Мы всегда постараемся помочь. Что еще должны напомнить жители? Может быть, родителям что-то напомним? Какие-то такие важные вещи? Ну, что касается, в первую очередь, это то, что родители, мне почему-то хочется начать с той фразой, что родители несут ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними детьми. Поэтому, уважаемые родители, что бы ваши дети не натворили, вы несете за них ответственность. Очень много ситуаций возникает, ну, во-первых, мало кто помнит, о том, что дети до 16 лет, в принципе, сами не несут ответственность за свои действия, но если у детей будут проблемы с законом, они могут быть направлены в специализированные учреждения. Дальше. Необходимо знать, что уже в 23.00 ваш ребенок обязательно должен быть дома, и вы должны его контролировать. Из таких, наверное, еще интересных моментов вы несете ответственность за содержание детей, вы несете ответственность за воспитание детей. И если ребенок совершает некое деяние, за которое он еще не может быть привлечен к административной ответственности, то могут привлечь к ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. И это потом может стать основанием для взыскания ущерба. Из последних ситуаций это дети играют на улице, бросают в снежки, в некое полупроизводственное, полузаброшенное здание, разбивают окна, и потом предъявляются претензии по ремонту этих окон к родителям. Детки катаются на велосипеде во дворе, в стоящую машину врезались, в машину поцарапали, а стоимость ремонта у нас ныне безумно дорога. Претензии будут предъявляться к родителям. Поэтому вы несете ответственность в полной мере. Хорошо. Может быть, какие-то еще моменты, которые в быту часто сталкиваются ваши клиенты с ними? Можно ли ребенку менять деньги? Что-то вот в этом плане. Что касается по детям, то здесь сразу мы помним, что дети могут совершать только мелкие бытовые сделки. Вплоть до того, что нас часто спрашивают, а что дети могут быть собственниками имущества? Да, действительно. Дети могут быть собственниками имущества, в том числе собственниками недвижимого имущества. Как правило, дети несовершеннолетние приобретают имущество в результате наследования либо в результате дарения. Но сразу небольшая ремарка. Уважаемые бабушки и дедушки, если вы намерены завещать свой автомобиль несовершеннолетнему ребенку, стоит об этом подумать. Потому что да, из последнего обращения бабушка двоим внучкам завещала автомобиль, бабушке не стало, а деткам до совершеннолетия еще далеко. Этот автомобиль нужно содержать, нужно проходить техосмотры, а реализовать без согласия органов опеки и попечительства такое имущество достаточно сложно. Что касается мелких бытовых сделок, законом не предусмотрено, что родители должны давать карманные деньги своим детям. Тем не менее, дети, как правило, обладают, будем говорить так, некими денежными суммами, которые им дают родители, бабушки, дедушки. Дети могут тратить эти денежные средства, но только на какие-то простые вещи. То есть мы должны знать, что, допустим, не стоит отправлять ребенка в аптеку за приобретением каких-то лекарственных препаратов, поскольку действительно детям лекарства не продают. Это может быть опасно для детей. Не стоит управлять детей в обменники для того, чтобы поменять валюту, поскольку это не мелкая бытовая сделка. Мелкая бытовая сделка – это купить хлеба в магазине, купить мандарины, купить себе ластик, тетради, не более того. Очень интересные вопросы по проезду детей, поскольку мы знаем, что до 10 лет детки сами в поезде ездить не могут. А вот что касается проезда в автомобильном транспорте, либо в общественном транспорте, троллейбусах, автобусах нашего города, то уже с 7 лет дети могут ездить самостоятельно. И такой же вопрос возникает по такси, по автомобилям такси, поскольку никакое исключение действующим законодательством не предусмотрено, то начиная с 7 лет дети могут перемещаться самостоятельно в автомобилях такси. И опять же по перевозке детей, тоже знаете, что очень часто нас спрашивают, можно ли устанавливать сиденье на переднем, детские сиденья-бустеры на переднем сидении автомобиля. Такого запрета нет. Но если речь идет, допустим, о детской переноске, которая устанавливается спинкой к лобовому стеклу, то, конечно, должны быть отключены подушки безопасности. Наверное, что еще следует знать, это то, что вы можете, ну, то, что касается родителей несовершеннолетних детей, в первую очередь родителей, которые уплачивают алименты. Очень часто в нашей практике бытует такая ситуация, что вот я, допустим, ребенку, там, мы пошли с ребенком, я купил там ботиночки, курточку, сапожки, а можно я алименты не буду в этом месяце платить. Это, наверное, не совсем правильная позиция, поскольку закон предусмотрит, что алименты должны платиться именно деньгами. А если кто-то из родителей желает дополнительно поучаствовать в содержании, пожалуйста, это очень приветствуется, поскольку это ваши дети. Другая обратная ситуация, когда к нам обращаются и говорят, вы знаете, я плачу такие алименты в очень крупной сумме, но мне кажется, что мама пошла и на эти алименты себе сделала прическу, ногти, ресницы, и ребенок не получил. Я хочу чеки. Опять же, законом это не предусмотрено. Если вы считаете, что алименты расходуются не на ребенка, и у ребенка нет необходимого, допустим, да, родители, получающие алименты, ущемляют ребенка, не покупают продукты питания, не покупают одежды по сезону, тогда необходимо обращаться в органы опеки и попечительства. За 2023 год у нас очень много ситуаций, когда стали обращаться отцы в суды для того, чтобы определить место жительства детей именно с отцами. Это вот такая тенденция уже несколько лет, и с каждым годом все больше и больше. Сразу хочу напомнить, что суд обязательно учитывает мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста. И действительно, если у отца созданы все условия, если существует близость духовная, эмоциональная между ребенком и родителями, то даже при ситуации, когда мама замечательная, мама работает, мама тоже уделяет ребенку время и внимание, то есть деток оставляют с отцами. Вот такая вот тоже интересная практика в последнее время у нас пошла. Поэтому, пожалуйста, 2024 год может стать переломным. Вообще не стоит, конечно, определять место жительства детей в судебном порядке. Мне кажется, что это с человеческой точки зрения не совсем правильно. Лучше, когда все эти вопросы решаются по договоренности. Это самый лучший вариант для всех. Но такая возможность существует. Хорошо. А что касается лично вас, почему вы решили стать адвокатом, что повлияло на выбор профессии? Это замечательно. Очень интересная, очень динамичная профессия. Я после школы поступила в университет, соответственно, на специальность правоведения и работаю только в адвокатуре. Я могу сказать, что это действительно самая лучшая профессия, потому что из всех юристов, адвокатов, наверное, представители самой гуманной профессии. Мы не обвиняем, мы не высказываем некие подозрения в отношении кого-то. Мы защищаем и помогаем. Мы помогаем подозреваемым, обвиняемым по уголовным делам, чтобы их услышали, чтобы их позиция была донесена. Закон же защищает всех в равной степени именно для того, чтобы закон соблюдался. Мы с удовольствием представляем интересы наших граждан в гражданских спорах. Мы участвуем при досудебном регулировании. Просто консультирование, составление документов, наверное, это основная задача, когда заранее мы рассказываем, как правильно поступить в той или иной ситуации, чтобы не было проблем. Но на самом деле наша профессия очень интересная, очень замечательная. Поэтому, опять же, при необходимости, некоторые наши клиенты, особенно уже пожилого возраста, очень переживают, когда приходят к нам, ну как это, такой волнительный момент. И давление поднимается, все остальное. Нет, пожалуйста, не переживайте. Адвокаты всегда на стороне своего клиента. Что бы вы нам ни сказали, на это распространяется правило адвокатской тайны. Это останется только между нами. А все остальное, что уже вы посчитаете необходимым, по итогам консультации, по итогам составления документа, можно будет рассказывать дальше. Поэтому мы максимально стараемся помогать нашим гражданам, обеспечивать их защиту на всех уровнях. Ну, а лично вы как к этому пришли? Это просто замечательная профессия. Чей-то пример? Когда мы все молоды, когда все в подростковом возрасте, всегда смотрим фильмы, вау, это так интересно. Я хотел бы быть адвокатом, но само понимание профессии приходит, когда ты начинаешь уже учиться, проходить практику, стажироваться. Вот уже к окончанию вуза, понятно, что юрист, юрист, можно было найти работу в любой сфере, но вот пройдя практику и стажировку в прокуратуре, в адвокатуре, будучи в судах, конечно, я для себя решила, что адвокатура – это лучшее, это самое интересное все-таки, это самый широкий спектр права, это самая динамичная работа, она действительно очень интересная. По вам, вот, знаете, говорят, смотришь на человека и видно, что он на своем месте, да? Люблю, очень люблю свою работу, все какие темы, если кто-то сомневается, то вообще адвокатура – это замечательный институт, очень интересный, очень динамичный, постоянно развивается, постоянно есть какие-то изменения, сейчас уже возможность оказания помощи удаленно, практикуем мы в том числе, потому что не у всех есть возможность прийти, не у всех есть возможность приехать, пожалуйста, тоже обращайтесь, такие возможности тоже сейчас есть, адвокатура тоже совершенствуется, поэтому стараемся идти в ногу со временем. Редактор субтитров А.Семкин